Что можно и дон для больных с сахарным диабетом? Это императиве, чтобы уменьшить масло, топленое или потребление масла. Кроме того, необработанные пищевые продукты, такие как и торты, печенье и готовых к употреблению продуктов питания, с, как они загружаются с жирами, соль и сахар и может усугубить осложнение, как кровяное давление и уровень холестерина. Включите сложные углеводы в каждый прием пищи. Вы можете есть продукты, которые содержат всю пшеницу, раги, джавар, коричневый рис, овес и т.д. Они помогают в медленное высвобождение сахара и поможет сохранить ваш инсулин и влез в проверке. Продукты с волокном ваши лучшие друзья. Добавить овощи, цельное зерно и т.д. в свой рацион, чтобы оставаться здоровым. В идеале вы должны стремиться к 25-25 граммам волокон в день через свой рацион, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови. В зависимости от вашего уровня сахара в крови, не более двух плодов в день. Ни один фрукт не соваться, но если вы особенно любите манго или бананы, предпочтительно есть их рано утром. Как диабетик вы можете съесть все вегетаблис вам нравится. Добавить овощи, как зеленые листовые из них, чтобы дать вашему телу, что дополнительный импульс энергии, витаминов и минералов. Единственное ограничение здесь, чтобы ограничить потребление картофеля. Будучи диабетика, вы склонны к периодам низкого уровня сахара в крови. Это может привести к осложнениям, как обморок и гипогликемия, низкий уровень сахара в крови. Чтобы избежать этих осложнений, всегда носить с собой закуску с вами, когда вы путешествуете. Ваша диета необходимости модифицировать немного может пойти длинный путь. Первый шаг должен съесть каждые 2-3 часа в небольших количествах, а не еды 3 больших приема в пище. Обезжиренные молочные продукты, как творог, панируют и яичные белки, постная курица и рыба являются большие источники белка, которые могут оказаться полезными в эффективном управлении диабетом. Если вы вегетарианец, целые импульсы и даль сможет обеспечить мало белка и хорошее количество клетчатки. Добавьте их в каждый прием пищи, чтобы иметь здоровую и хорошо сбалансированную диету. Избегайте рафинированных зерновых продуктов, как хлеб, лапша, шлифованный рис и т.д. Они повышают уровень сахара в крови внезапно и приводят к его падению резко, что может привести к внезапному приступу гипогликемии. Вы, наверное, уже знаете это, сладкие продукты являются полным нет-нет. Как избежать их лучше всего, если вы хотите, чтобы сохранить уровень сахара в крови под контролем. Если вы все еще жаждут сахара попробовать использовать искусственные подсластители иногда, но избежать чрезмерной зависимости от них.